Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал Игровой Кларенти. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад за всех там увидеть. Ну что же, сегодня у нас месяц февраль и март будет в ролике. И начнем мы, естественно, с Кубка Испании. 1-8 у нас против Севили. И также из интересных матчей в феврале, ну, игра против нашей бывшей команды. Мы играем, кстати, на Сантьяго Бернабео. Также стартует плей-офф Лиги Чемпионов. Мы снова играем против Тоттенхэма. Не помню, правда, в прошлом году сразу же мы с ними играли. То есть со стадии там 1-8, либо же в четвертьфинале. Вроде как с 1-8, а в четвертьфинале мы играли против Аталанты, если мне не изменяет память. Вот. Поэтому как-то так, снова повторение прошлого сезона. Надеюсь, концовка будет у нас поудачнее, чем в прошлом году. Ну и в марте ответка в Лиге Чемпионов. И снова Эль Классика. Правда, теперь уже играем в Барселоне. Вот. А мы вроде проиграли 2-1. Если мне не изменяет память. Барси. Ну, это давайте мы потом уже посмотрим перед матчем. Вот. Сейчас у нас игра против Севили в Кубке Испании. Мы победили Мирандеш. Вроде так называется эта команда. Со счетом 4-1 на выезде. Мунис забил у нас хэтрик. И попали мы сразу на, ну, вроде как, серьезную команду. Сразу же на стадию на 8-ой. Ни разу я не выигрывал Кубок Испании. Ни с Валенсии, ни с Реалом. В прошлом году я пришел. Реал уже там вылетел на стадию на 16-ой. Поэтому, может быть, сейчас мы сможем взять Требл. Почему бы и нет. Составы на наших кранах. Поехали. Итак, выездная игра в рамках 1-ой восьмой финала Кубка Испании. Задание не ниже 8-5 оценка. Передача на плане поля соперника. И давайте уже лучше оценку возьму. Опасный момент. И 1-0. Суса на 25-й минуте выводит Севилю вперед. Ну, здесь прям все аккуратненько расчертили. Ну, а мы вторую игру подряд в Кубке Испании пропускаем первую. И надеюсь, что исход будет такой же, как и против Мирандыша. Сейчас Мунис побежит. Забьет хэтрик. Плюс еще и голевую отдаст. Так, Вальверде. Ну, мог. Ой-ой-ой. Здесь что сейчас будет в итоге? Мунис на Родриго. Родриго обратно на Мунис. 1-1. Я сейчас думал, что это все. Это уже потерянный момент. А в итоге нет. В итоге на Родриго я нашел вот эту вот лазейку отдать. передачу. И получилось в стеночку с ним отыграться. И в итоге сравнять счет. Родриго. Снова увидел Мунис. Отдает передачу на него. За году здесь просто так мимо пролетел. Мунис сына Вальверде. Конечно же, все. Вот так вот Реал перевернул игру в начале второго тайма. Мунис снова делает всю работу. Гол плюс пас. За сколько там? 15 минут. Да. После выхода на второй тайм. В итоге все. Минимальная выездная победа мадридского Реала над Севиле. За 10 минут. Во втором тайме Реал решил свои проблемы. Во-первых, сравнял сначала Мунис, а во-вторых, победный гол забил Федерико Вальверде с голевой передачей от Хавира Муниса. Ну и Мунис игрок в матче. 9.5 у него оценка. Ну и по заданиям. Кстати, я что ли пропусил? А нет. Точно. Я про задания-то как раз и забыл за то, что нас здесь пропустили. Первый. И надо было, в принципе, выигрывать. 4 всего лишь передачи я сделал на половине поля соперника. Одна из этих передач оказалась голевой. Но рейтинг матча мы получили. А вот реализация, ну, бил только из всех возможных позиций. Поэтому такой низкий у нас процент. Ну и снова уже какой-то месяц подряд. Вроде сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Пятый месяц подряд. Мунис признан игроком месяца в Ла Лиге Сантандер. Ну что же. А у нас сразу же идет четвертьфинал. Кубка Испании. Мы встречаемся против Альмерии. Играем на выезде. Соперникам, мне так кажется, нам более-менее повезло. Давайте посмотрим вообще, кто нам мог попасться, чтобы уже судить. Потому что повезло, не повезло. Так, Леванты прошли. Альмерия, Алькарон, Эспаньол, Асасуна, Малерка и Реал Соседат-Б. А где Барселона? Реал вылетел в 1.16 именно из сильных соперников, я смотрю. Атлетика тоже от Альмерии, кстати, вылетели. Барселона от Асасуна. То есть, ну, в принципе, друзья, мы должны забирать этот трофей. Вы посмотрите, тут соперников-то нет. Кто тут может нам навязать конкуренцию? Испаньол. Дубль Реал Соседат. Ну, я надеюсь, что в этом году трэбл нам обеспечен. Надо только вот выиграть Лигу Чемпионов. Итак, четвертьфинал Кубка Испании. Альмерия против Мадридского Реала. Состав на шкранах. Вижу, что Бланко появился в старте вместо Заньола. Остальные вроде все те же. Ну и Муни сейчас является лучшим бомбардиром Кубка Испании. За две игры он забил четыре мяча. Итак, выезд против Альмерии. Четвертьфинал Кубка Испании. Мадридский Реал является главным сейчас фаворитом на победу. Из-за того, что мы увидели, какие соперники по полфиналу нас могут ждать. Итак, задание оценки ниже 9.0. Не проиграть. Три удара. Давайте. Давно не было у нас вот этого вот задания. Не проиграть. Поэтому мы будем стараться одержать победу сегодня. Мурез. А вот так вот, да вы просто посмотрите. Голкипер просто уже остался на своей позиции. Просто стоял и смотрел, как мяч просто залетает мощным ударом Униса в самую девятку. И вот так вот Рамазани забивает на 60-й минуте и сравнивает счет. Оказалось бы, здесь 100% проход Реала. Реала, ну вот интрига. Вот интрига. Альмерия сравнивает счет. Все. Аккуратненько через Казимира. Тут на Родриго. Родриго выводит Муниса на бьющую позицию. А Мунис пас на Венисиуса. И это гол. Венисиус забивает победный гол. Мунис, во-первых, третью игру подряд в Кубке забивает. Во-вторых, третью игру подряд в Кубке отдает еще и голевые передачи. Здесь все замечательно. От самого начала этой атаки до самого конца. И все. Финальный сысток. Минимальная выездная победа Мадридского Реала над Альмерией. В четвертьфинале Кубка Испании мы выходим в полуфинал. Вроде я ни разу до такой дальней стадии не доходил с Валенсией. До четвертьфинала вроде максимум было. Итак, Мунис игрок матча. Снова гол плюс голевая. Та же, как и в матче с Сивилией. Ну и по заданиям на игру мы выполнили абсолютно все. Итак, известны все полуфиналисты Кубка Испании. Так, Мадридский Реал, Леванте, Асасуна и Малерка. Ну а в полуфинале мы играем против Малерки. Поэтому, как вы видите, мы обязаны просто забирать Кубок Испании с такими-то соперниками. Ну что же, сейчас у нас снова игра против Альмерии. Также на выезде. Правда, теперь уже в рамках чемпионата Испании у нас лидерство 12 очков. Над Барселоной, над второй строчкой. Составы на ваших экранах. Теперь уже Заньола. В старте у нас остальные вроде... Ну, кстати, Соу появился. Вот. По другим позициям все вроде осталось так же. Поехали. Ну что же. Есть шанс сейчас у Альмерии взять реванш за проигрыш в четверфинале Кубка Испании. Ну и задание. Да давайте так же возьмем не проиграть. Мурез. Ну и снова вот здесь защитник. Я не знаю, зачем он дергается к второму центральному защитнику. Ну вот, вы все видели вот этот мув от центрального защитника. Какой раз уже это происходит в самом, причем в начале матча. Ну я не знаю. Вот, еще раз. Бежит на меня и потом он нарез как к 25 номеру. Четвертый прильнул. Ну вот, как-то так. Мунис уже забивает 39-й гол. Всего-то надо забить 12 мячей, чтобы повторить свой рекорд. 51 забитый мяч. И 13 мячей, чтобы установить новый. Поэтому, мне кажется, без проблем. И какой гол забивает Мунис. Из-за штрафной, из-под круточки давно у меня не получалось так забивать. Но вот сейчас уже на 16-й минуте Реал увеличивает свое преимущество. Вот так вы в кубке, наверное, играли. Но гол-то красивый. У нас очень красивые. Прям можно нарезку делать, хайлайты на YouTube. Красивые голы от Хавьера Муниса. Да даже за Мадридский Реал, если только взять. У него все лонгшоты прям топовые. Тем более вот за последние там 2-3 выпуска. А второй такой же гол залетит. Да и второй залетает. Вы просто посмотрите. Мунис клепает эти голы. В кубке вот не получилось забить больше одного ворота Альмерии. А вот в чемпионате забивает хэтрик. Причем 2 под копирку. Что второй, что третий. Одинаково с подкруточки. Решил пробить. Правда сейчас, я не знаю. А нет, так же, кстати, да. Из-за пределов штрафной. Просто замечательно. Просто тот немного подальше был. За 24 минуты Мунис забивает хэтрик. И забивает Лаццо. 71-я минута матча. Альмерия снова не оставляет ворота мадридского Реала сухими. В этот раз забил Лаццо. И, ну, гол престижа, можно так сказать. Финальный сесток. Уверенная выездная победа мадридского Реала над Альмерией. Хэтрик Хавьера Муниса. Ну, естественно, игрок матча Мунис. Оценка 10-0. Ну, и не сделали мы только задание владения мячом. 54% надо было 60%. Ну, что же, сейчас у нас домашняя игра в полуфинале Кубка Испании. Играем мы против Малерки. Как вы видели, уже другие две команды в параллельном, так сказать, полуфинале. Это Сосуно и Леванты. Поэтому, мне кажется, из всех этих четырех команд мы обязаны выиграть Кубок Испании. Наш первый в карьере Кубок Испании. Составы в наших ранах. Поехали. Ну, что же, мы на Сантьяго Бернабео. Мадридский Реал против Малерки. Полуфинал Кубка Испании. И задание на эту игру. Получить оценку ниже 8-5, не проиграть, забить. Я даже не знаю. Давайте 10-0 возьмем. Мне кажется, мы в любом случае не проиграем. А также у нас задача стоит на гол плюс пас. Поэтому мы в любом случае получим оценку 10-0. Так, Венисиус сразу на нас. Здесь нас решили сразу сбить. Муэс. Ну, отлично. И вот он мой дружбан. Федерико Вальвердо уже на четвертой минуте. Либо на третьей там по итогу забивает гол на четвертой. И я записываю на свой счет голевую передачу. Так, отлично выиграли верх. Муэс пошел. И хорошая передача на Венисиуса. И тот забивает. 2-0, 27-ая минута. А, это Родриго, прошу прощения, был. Но, в любом случае, 2-0 и две мои голевые передачи. Ну, и третья голевая передача. Сейчас просто на такой молчанке. Потому что я думал, ну, ничего особо в этой атаке не выйдет. А в итоге вот такой вот парашютик на Родриго прошел. И он забивает дубль. А у меня третья голевая в этом матче. Причем отдал три голевые за 39 минут. Неплохо, Хавьер. Но надо уже и самому забить, мне кажется. Да. 4-0, 76-ая минута. Вот и Мунис. Уже забивает. Ну, так уж чисто и не празднуем. Чего тут? 4-0. Понятно, что наш хотя бы первый гол в полуфинале Кубка Испании. Интересно вообще, сколько он мне сейчас покажет или нет. Нет. Не успели показать. А вместо Венисиуса кто-то там вышел. Я хотел посмотреть, сколько я уже в Кубке забил. В финале сесток 4-0. Мадрид Скориал вынес Малерку из полфинала Кубка Испании. Дубль забила Родриго. Три голевые передачи у Хавьера Муниса. Плюс еще и один забитый гол. По итогу Мунис лучший игрок встречи. Родриго тоже получил 10-0 оценку. Но здесь я не знаю. Наверное, по результативным действиям. Да и в принципе то, что Мунис все 90 минут на поле провел. Так, ну и по заданиям мы выполнили абсолютно все. Итак, сейчас у нас матч в чемпионате Испании. Мы играем против нашей бывшей команды. Играем дома на Сантьяго Барнабео. 12 очков. У нас лидерство над вторым местом. Поэтому не знаю, что здесь у нас выйдет. Усталость у меня есть. У Заньолы я вижу. В принципе то у всех почти, кто играл прошлый матч. Но вот состав Валенсии вы видите на своих экранах. Поехали. Ну что же, наша бывшая команда. Приехала на Сантьяго Барнабео. Последние игры у нас не очень хорошо с ними складываются. Они нас даже вроде как-то обыгрывали. Либо очки отбирали. Ну вот. Оценка ниже 8.5. Давайте обводки возьмем. И там командное владение. Так, вот это вот уже неплохо. Мунис. Как отлично-то прошел защитника. Это Карлос Нево был. Мунис на Венесиуса. Ну тут просто на пустые, конечно же. Мунис праздновать-то гол не будет. Он уже, я не помню. Три игры, если мне не изменяет память, у нас было против Валенсии. Одну мы выиграли. Вроде как Родриго забил. Мы 1-0 тогда выиграли. Это вроде в этом сезоне было. В прошлом году сыграли 2-2 на Сантьяго Бернабео. Причем по ходу матча Валенсия всегда вела в счете. Я там на 88-й минуте забил и сравнял счет. Я не отпраздновал. Я просто взял мяч. И мы побежали в центральный круг. А это получается, что ни разу не проигрывали Валенсия. А я почему-то сказал, что трудный. Ну, трудный действительно нам соперник-то попадался. То ничья, то минимальная победа. Но вот сейчас я вывожу Мадридский Реал вперед. Забиваю первый гол в ворота Валенсии. Именно, ну, в этой игре. Так все замечательно. Тут и Муниес как проходит. Вы посмотрите. Да надо бить. И забивает Муниес. Под подмышку мяча этот пролетел. Ну, а Муниес забивает впервые 2 мяча в ворота Валенсии. Но до этого, получается, в трех играх Муниес забил три мяча в ворота Валенсии. Один гол мы забили при счете 2-2. Во второй игре мы не забили. Родриго тогда забил, но мы отдали голевую. И тут вот такой вот замечательный пущечный выстрел. И на Сантьяго Бернабео обыграно Валенсия. Именно благодаря Хавьеру Муниесу. И все. Финальный свисток. Дубль Хавьера Муниеса приносит 3 очка Мадридскому Реалу. Также еще и 43-й мяч в сезоне забил, ну, именно в Ла Лиге забил Муниес. 10-0 оценку он получает. И, как мне кажется, нам осталось забить 9 мячей. И мы обновим рекорд по забитым мячам за один сезон в Ла Лиге. Мы же его и поставили 51 гол в прошлом сезоне. Вот теперь можем еще и побить. Не выполнили только владения. Но главное, что победили, мне кажется. Ну что же, у нас стартует раунд плей-офф. Прямо как в прошлом году мы снова играем против Тоттенхэма на стадии 1-8. Если я не ошибаюсь, мы их обыграли 2-0 в первой игре, 2-0 во второй. Ну, что-то в этом роде. Поэтому мы прошли Тоттенхэм. Это главное. Теперь все повторяется. Главное не повториться, чтобы вот та ситуация в полуфинале прошлого сезона. Состав Тоттенхэма. Кукуреллу я увидел слева. Стоунс. Алаба. Не знаю, Палхинья был или нет. Кокерет. Но остальные, кстати, все те же. Сон, Кейн, Моура, Дели Али, Эмерсон, Льюрис на воротах. Ну, посмотрим, как нам получится против них. Сыграть играем на выезде. Дождь в Лондоне. Поехали. Ну что же, Тоттенхэм ход в Пурстедиум. 1-8. В финале Лиги Чемпионов. Первый матч. И снова мы здесь. Итак, задание не ниже 8-5 оценка. Командное владение и обводка. Давайте снова прям те же самые задания. Нам, как против Валенсии. Родриго. На Вальверде я 1-0. Кстати, год назад Вальверде тоже забил. И вроде как с моей голевой передачи. А сейчас я снова, получается, да. Снова третий лишний. Отдаю предголевую передачу. На Родриго. Тотт на Вальверде. Но главное, что выходим вперед. Тут все-таки это Лига Чемпионов. Тут вот не надо вот эти вот моменты разжигать. Что я не забил, на меня не засчитали. Все. Тут главное победить. Вот когда-то в Валенсии именно я занял его позицию. Опасный момент. И Кейн забивает. На последних секундах буквально Тоттенхам сравнивает. И по итогу все решится на Сантьяго Бернабео. И все. Финальный сысток сразу же после гола Харикейна. Арбитр сигнализирует об окончании матча. Но вот как-то так. Лучшим игроком признан Вальверде. Он забил гол. Которого нам немножко не хватило до победы. У меня оценка 7-4. Вот как-то так. Ну и по заданиям мы выполнили только успешные обводки. Ну что же. У нас выездная игра против Сивили. Они идут на пятой строчке. С Сивили мы недавно встречались в Кубке Испании. И их мы обыграли со счетом 2-1. Причем, если я не ошибаюсь, мы первые тогда пропустили. Играли также на выезде. Поэтому сейчас домашняя команда захочет взять реванш против нас. Ну, наш состав на ваших ранах. Начинаем. Ну что же. Рамон Санчес Писхуан. Приветствует Мадрид Секрел и задание. Давайте снова обводки возьму. Но также надо запомнить, что надо еще и 10 передач на половине поля соперника сделать. Вот это, мне кажется, лишняя была передача. Но нет, Гая. Венисиус на Муниса дает и в итоге забивает Родриго. 1-0. 23-я минута. Засчитают просто гол. Родриго без голевой передачи. Потому что он отлично на добивание здесь сыграл. Плохая передача на Вальверде. Тот на Родриго. Пошло обратно. И вроде как касание рукой даже было. Мунис в итоге забивает. Отлично. 87-я минута матча. И Реал увеличивает преимущество. Мунис прошивает руки голкипера. Казалось бы, все. Буну снова отбивает удар Муниса. А нет. 44-й гол. Хавьера Муниса. Осталось забить 8. И мы побьем же свой рекорд. Все. Финальный свисток со счетом 2-0. Заканчивается встреча. Снова у нас получилось забить на выезде ворота Сивили 2 мяча. Ну вот один гол забил Мунис. Не знаю сейчас, какую оценку он получит. 10-0. И становится игроком матча. И все 3 задания мы выполнили. Итак, кандидаты на звание игрока месяца в феврале в Ла Лиге. Мунис мы видим. Родриго. Фати. И Ояр Забаль. Ну вот посмотрим, кто все-таки возьмет звание игрока месяца. Тем более, я вроде как с сентября еще ни разу никому звание лучшего игрока месяца не отдавал. Ну что же, у нас выездная игра против Эльчи. Они идут на 19-м месте. В рамках чемпионата Испании мы в первом круге их обыграли дома. Со счетом 5-0. Я посмотрел. В 12 очков сейчас у нас лидерство над вторым местом, на котором идет Барселона. У нас все замечательно. 44 у нас забитых мяча сейчас. Состав в наших ранах. Поехали. Ну что же, задание на выездную игру против Эльчи. С новой передачи. 2 гола. Это, кстати, требует. Ну, значит, если 2 гола, то и оценку 10-0 можно смело брать. Так. Очень хороший момент. И за пределом штрафной рядом с вратарем мяч пролетает. Немного не хватило. Там буквально миллиметра. Чтобы, как минимум, докоснуться до мяча. Ну и вот Мунис забивает уже 45-й гол в Ла Лиге в этом сезоне. И остается у нас 7 мячей. Мунис на ложном. Убирает одного защитника. Проходит. Да здесь и бить можно. И забивает. На такой скорости сейчас Хавер Мунис проходит. Забивает дубль на 36-й минуте. И забивает в итоге Рубен Диаш. На 91-й уже минуте. Довел счет до разгромного. Финальный свисток. Разгромная выездная победа 3-0. Дубль Хавера Муниса. Ну и оценка 10-0. Венисиус, кстати, отдал 2 голевые. Ну и все 3 задания мы выполнили. Ну и Мунис, кстати, признан игроком месяца в феврале в Ла Лиге Сантандер. Так, и у нас ответная игра, кстати, в Кубке Испании. Я вот этот вот момент упустил. Первый матч мы выиграли 4-0. Дома. Теперь вот на выезде сыграем против Малерки. Ну, в принципе, мне кажется, дело уже сделано. С комфортным преимуществом будем сейчас играть. Поехали. Ну, главное, по началу матча нам надо было выполнить эту задачу. Вот здесь не получилось отдать голевую. В итоге снова нашел Федерико Вальвердо, и он забивает с моей голевой. Родриго шикарную передачу отдает. Ну и Мунис 3-0, но это все. Что сейчас происходит с Малеркой, я не понимаю, но за 18 минут встречи пропустили 3 мяча. Причем вот так вот. Родриго стоит, ждет, пока Мунис будет забегать. А Муниса никто и не встречал. И забивает еще и дубль. Хавьер Мунис, ну вот так вот. Я даже праздновать не побегу, давайте просто. Не знаю, он отдаст, печенька тут нет. Ладно. И Мунис под перекладину забивает. И это хэт-трик Хавьера Муниса в полуфинале Кубка Испании. Передача на Заньола. Но и Мунис забивает очередной мяч. Ну не знаю, я не побегу, наверное, к болельщикам Малерки. Лучше вот где-то там на еду наших, которые приехали поддержать нас в ответном полуфинале Кубка Испании. Ну который просто показывает доминантный футбол Реала. И то, что соперники, ну вот такие вот попались. Начиная с полуфинальной стадии всего лишь 4 команды. Ну понятно, Реал одна из фаворитов на этот турнир. И 3 оставшиеся. Но это просто получилось так, что выскочки в этом турнире, которые сейчас отлетают от Мадридского Реала. И в итоге пропускает Мадридский Реал на 82-й минуте Тибо Куртуа. И защита провалилась. Смотрим еще раз этот момент. Тут я немного все-таки вышел за Куртуа. Но я не думал, что игрок будет в касание пробивать. Муниес! Муниес! Ну что, еще один гол? Действительно. Действительно. В итоге счет 7-1. И Пентатрик на счету Хавьера Муниеса. И все. Финальный сесток со счетом 7-1. Заканчивается встреча. Пентатрик. Хавьера Муниеса. Плюс его еще и голевая. Передача в этом матче. 10-0 оценка. 5 голов. Одна голевая. Заньола, кстати, сделал хэтрик по голевым. Ну а в финале мы встретимся против Асасуны. Первую игру они выиграли дома со счетом 2-0. А на выезде уже сыграли в ничью 2-2. Ну а мы выполнили все три задания на эту игру. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Реал Валидолида. Они идут на 16-й строчке. А у нас лидерство в 14 очков. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, мы на Сантьяго Бернабео. 46 забитых мячей. На данный момент у Хавьера Муниеса. До рекорда осталось 6 голов. И задание на матч. Оценка не ниже 9-0. В принципе, значит, берем 10-0. И также я бы, наверное, если бы выполнил эти задания, сразу бы попросил замену. Потому что на следующая игра против Тоттенхэма у меня не полностью восстановилась стамина. Муниес врывается в штрафную. И будет ли голевая? Да, и снова Федерико Вальверде награжден этой голевой передачей от Муниеса. Ну вот. Вот оно действительно партнерское взаимопонимание. Если честно, подводить какую-то статистику, я не знаю, может быть даже за всю карьеру, то мне кажется, больше всего голевых мы отдали именно на Федерико Вальверде. Вот какая-то телепатическая связь у нас. Так, Муниес. Мяч так прям на ногу мексиканцу отскочил и все-таки забивает. 2-0. От Муниеса просили два результативных действия за игру, но также забить два гола, если я не ошибаюсь. Я сейчас просто вот напомню, так сказать. Да, два гола. Поэтому нам осталось забить один мяч, можно даже на второй тайм не выходить, попросим замену. Ворота Мадридского Риала пока что не пропускает бельгийские голкипы сегодня. А вот, наверное, и сглазили. 54-я минута. Странно сейчас, Сол отыграл, вроде как и корпус поставил, и говорит Куртуа, забирай мяч. А в итоге вот так легко отдал мяч сопернику. Тот, естественно, переиграл голкипера. Отлично. Муниес. И отлично он проходит защиту. И 3-1. И вот так вот уже буквально на последней минуте Муниес выполняет свою задачу, а хотелось замениться-то после первого тайма. Но в итоге мы тут еще и пропустили во втором. Я так и задание свое не выполнил, но вот. Надо играть всегда до последней минуты. И мы сделали комфортное преимущество действительно на последней секунде матча. Победа 3-1. Оценка 10-0 у Хавера Муниеса. Ну и все 3 задания мы выполнили. Ну и вот он матч. Но пока что на данный момент главный для Мадридского Реала в этом сезоне. Игра против Тоттенхэма. Ответная на стадии 1-8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч мы сыграли в ничью в Лондоне со счетом 1-1. И вот теперь домашняя игра. Составы в наших ранах. Начинаем. Так, скипнуло нечальное задание, но у нас выбор. Это рейтинг матча. Дополнительная задача 10-0. 10 передач на плане поля соперника. И всего лишь 2 удара надо нанести поворотам Тоттенхэма. Деш. Неплохо через Муниеса. А Муниес-то проходит. Надо забивать. Надо забивать. Нет, он просто пробивает в угол Льюриса сейчас. Вот тогда первый момент у Муниеса появился за матч. Когда можно было 100% забивать. В итоге Муниес пробил в Льюриса. И забивает в итоге Эммерсон на 72-й минуте. Что вообще сейчас за момент вот этот был? Смотрим. Подача. И как-то вот с такого угла Куртуа просто... Что за прием сейчас был? Думаю, ему мяч в руки летит. Замечательно. Нет, все. Финальный свисток. И как вы понимаете, мы вылетаем из Лиги Чемпионов уже на стадии 1-8. А ведь, кстати, Тоттенхэм предлагал мне перейти к ним, когда мы еще были в Валенсии. Но вот так вот. Сказки не получится. Обладатель золотого мяча не забил ни одного мяча. Мы же вроде не забили, да? Там Вальверда забил. А в Лондоне... Поэтому обладатель золотого мяча не забил ни одного гола в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Ну и поэтому Реал вылетает. А у нас остается только выиграть снова чемпионат и постараться, наконец-то, уже в нашей карьере выиграть Кубок Испании. Рейтинг матча мы не выполнили, так же, как и пасы в атаке. Но вот удары в створ выполнили. Ну что же, Мадридский Реал после вылета из Лиги Чемпионов принимает Райо Валикана в рамках чемпионата Испании. Они идут на 17-м месте. А у нас матч в запасе, но мы можем сейчас так же сделать... 14 очков, да, у нас было все-таки лидерство? Было лидерство над Барселоной, поэтому из-за того, что матч в запасе, надо набирать снова очки. Теперь уже точно силы надо все вываливать на внутренние турниры, а именно на Ла Лигу и на Кубок Испании. Поехали. Ну что ж, задание на матч. Оценка не ниже 8-5. Гол из-за предела штрафной и 3 удара по воротам. Давайте 10-0 оценку возьмем. И будем пытаться сегодня забивать. В любом случае нам надо, чтобы побить рекорд. И в итоге пропускаем. Забивает Кис. Или Сис. Нет, мне кажется, Сис. Напишите в комментариях, как правильно. Патэ, Сис. Второй гол в 9 матчах. Ну вот как-то рассыпался, что ли, мадридский Реал после вот этого вот морального и какого-то психологического вылета из-за Лиги Чемпионов. Что-то сейчас дома пропускают от Рая Валикана. А в итоге пропускаем еще и второй. Хараслин. Забивает на 39-й минуте. И все. Реал посыпался. Не ожидал, конечно, даже лично я. Мунис. Отлично проходит. Надо, надо забивать. И забивает Мунис. 20 минут остается до конца. Мунис почему-то не бежит за мячом. Штанга еще сейчас врезался. Но да ладно, я лучше скипну. 2-1. Время есть. Немножко нам осталось. Хотя бы сравнять счет нужно. Очередное поражение Реала. Не отошли, скорее всего, игроки от вылета из Лиги Чемпиона. В итоге проигрывает Рая Валикана. Мунис попытался хотя бы отыграть один мяч. Это получилось. Но вот сравнять уже команде Карла Анчелоти не получилось. Ну а лучшим игроком признан Хараслин. Который забил, если я не ошибаюсь, второй гол Рая Валикана. Ну и ни одного задания мы за эту игру не выполнили. Мы нанесли единственный удар поворотом. Он оказался голевым. Но этого нам не хватило. Ну что же, последний матч в сегодняшнем выпуске. И остается нам только, наверное, проиграть в Эль Классика, чтобы полностью на этой грустной ноте закончить выпуск. Два поражения подряд у Мадридского Реала. Одно в Лиге Чемпионов, одно в Чемпионате. И вот сейчас еще и выездная игра в Барселону. Эль Классика. Первая строчка встречается против второй. Состав в наших кранах. Поехали. Ну что же, мы на Камп Ноу. Барселона против Мадридского Реала. И задание на матч. Сейчас мы к ним ниже 8-5. Три удара не проиграйте. Давайте я не буду уж точно быть уверен, что мы не проиграем. Возьму лучше оценку. Баррелла. Пас на Ларсона и тот открывает счет. 65-я минута. Но здесь все грамотно. Расчертили всю защиту Реала. И Барселона открывает счет. Финальный свисток. Третье поражение подряд у Мадридского Реала. Ну вот как-то так. Просто замечательно. Мне кажется, после вот таких матчей Анчелоти Папу Карлу могут уволить. Ну, по факту, мне кажется, могли. Во-первых, это вылет из Лиги Чемпионов на стадии 1-8. Во-вторых, это проигранная игра аутсайдеру на своем поле. Ну, а в-третьих, там бы уже сказали. Сейчас все идет на кон. Мы еще и в запас переведены. Все переведено на кон. Сейчас надо просто обыграть Барселону. И как минимум ты останешься там на пару матчей. До следующего предупреждения. Ну, по итогу, мы проигрываем Барселоне. Второй раз за сезон. Я сейчас просто хочу найти и посмотреть. Мы вроде тоже 1-0 им проиграли дома. Да, так и есть. Дома мы им тоже проиграли. Таким же счетом. И там вроде забил нам Ансу Фати. Ну, что же, у нас 8 очков теперь лидерства. Над Барселоной было 14. Теперь 8. И кто там по кандидатам, кстати, мне интересно. Сейчас посмотри. Мне кажется, меня вряд ли там стоит видеть. Да, это впервые, когда Мунис даже не попал в кандидаты на звание игрока месяца в этом сезоне. Морено из Атлетика Мадрида. Уяр Забаль из Реал Соседада. Прадос из Атлетика Бильбао. И Пинеда из Сельты. Ну и Прадос в итоге стал игроком месяца в Ла Лиге Сантандер. Друзья, на этом все. Сегодняшний выпуск подходит к концу. Следующий у нас будет последним. Не получилось нам выиграть Лигу Чемпионов, но времени больше нету, чтобы проводить еще один сезон. Скоро выйдет FIFA 23. Поэтому придется на вот такой вот грустной ноте, заканчивая сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова